Места есть какие-то, да? Вот такие. Отправляемся из Мадрида с вокзала Аточа. Поезд. Вот такие вот окраины Мадрида. Красота. Сегодня мы отправляемся в самый красивый и интересный город средневековой Испании. Он сохранился почти без изменений с 15 века. Не так уж много городов на земле, где история замерла на века. Римляне этот город основали. Затем были испанцы, мусульмане, мавры, евреи. Здесь перемешаны разные эпохи, нации. Город переходил из рук в руки арабам, евреям, христианам. В результате город стал центром сосуществования трех культур. Еврейской, мусульманской и христианской. Колено в тумане. А это вокзал с такими резными, обалденными стенами и потолком. Даже люстра какая красивая. Все в арабском стиле. От Мадрида до Толеда 60 километров. И на электричке мы доехали за полчаса. Довольно-таки быстро. Так, рыжая землей. Рыжая земля. Называется Толеда. Вот это сети Сараки, большие автобусы. Да, да, да. Это всемирная сеть туристическая. Он Хоп называется. Которая построена следующим образом. Ты берешь билет, покупаешь один. Стоит немало. Только 20-24 евро. И в этом сети сайте забиты все достопопомечательности. И каждая остановка это достопопомечательность. Ты можешь кататься на нем на любую остановку. Мы не идем на срок. Удобно, да. Устал. Устал. И в ухо тебе дают еще этот. Ну да. Аудио бит. На сети сайте хорошо кататься летом наверху. Но не в туман. Но не в туман и не в холод. Вон он поехал. Да. Можно покататься будет, когда будет один сыграл с офисом. А сейчас я бы докатился до саги 4. Почему? Почему рекомендуют кататься на поезде, на маленьком. Потому что он возит по всем над рекой, на берегам, по берегам. Написано так. И типа красиво. А в автобусе, а зачем народу встроили? У них зарядная таблица. Ну да. Приехать в Толиэдо и застать здесь туман, это, конечно, нам невероятно не повезло. Очень жаль, что туман. Потому что город располагается на вершине, и вид был бы очаровательный. Был бы виден весь городок. В Толида 8 ворот при входе. Это самое красивое ворота. Висагра. Наверху расположен ангел, который защищал город от чумы. По легенде, когда пришла чума, ангел ее не пускал в город. Она упросила его. Я убью только 7 человек. Но как-то ангел ее пропустил. Она зашла в город и выкосила полгорода. Выходя из ворот, ангел ей сказал, ты зачем меня обманула? А она говорит, а я не обманывала. Я обещала убить 7 человек, я их убила. А вот они убили всех остальных. Всякие штуки, это получается вполне даже европейская премьер. Ягня привязаны. В углу был урел, ягня привязаны. Корона, как правило. Главный орел, это символ вообще римской обези. Появился момент, когда империя разделилась на восточную западную. То есть, смотри, тут много конца из рима. Символом Римской империи был орел. Да? Римский орел. Тут же сразу и вторые ворота. Беднеются в тумане. Империодор. Как же ты в мотеле везли, пожалуйста. Да? Чьем? У каждого из них еще был миссиседов на Эльбинграде. А тут уже надо смотреть и на западе, и на восток. Поэтому... Так, закрывай. Артём, а зачем музей оружейный? Вот магазин оружейный. Пошли посмотрим. Ну, какие рыцари? Повести нельзя, да. Ну, какие рыцари? А хочешь себе кастрюлю? Вова. Маклауд. А кто себе кастрюлю? Маклауд. Дункан. Ланцелот. Ксёнь. Разделочный ножик. Разделочный ножик. Разделочный ножик. Сказ. Знаменитые талецкие клинки и оружие. Разделочный ножик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Снежок Еще одни ворота в форме замочной скважины и явное арабское влияние на архитектуру Сотри! Ага, темница! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жилой дом прям с замками рядышком А, ну да! Сохрани здесь парадский дядь Дядь! Дядь! Мечеть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проехала машиночка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насковата, конечно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, и холодные, привычные. Вот такие узкие, петляющие улочки. Толедо был центром Инквизиции, и дух невинно загубленных душ витает в этой мрачности улочек. А Испанская Инквизиция, как известно, была самой жесткой. Здесь даже есть музей Инквизиции, мы, конечно, не ходили туда. Абра-кадабра в магазин. Абра-кадабра в магазин. Какая разница, у нас вот это все есть, присутствует. А, действительно. Это сколько? 37. Абра-кадабра в магазин. Красиво. Ну, не знаю, но... Давай я оттепаю. Давай. Давай. Добрались. Наконец-то. О! Короли. Короли. Едут короли и из машин бросают сладости. Это главная площадь города, площадь Сакадавер. Но имела она мрачную славу во времена Средневековья. Вот под аркой Инквизиция проводила публичную казнь. Она так и называется – арка крови. Проходя через нее, мы выходим к памятнику Сервантесу. Здесь он долгое время жил. Здесь рядом находится его домик. Домик Сервантеса. Вот где она пустая шлюпа. Здесь он добр положил. И он там трудился. Ну куда-то. Ого. Готовились короли. Сейчас будет следующий. Ой, конфет на слуху. Чего мы так не кричали? Сейчас сколько времени? 4 тысячи, осталось 3 часа. Завтра будет обалдеть. Завтра будет. Это малосольный лосось. Это тапас с козьим сыром, с саламоном и с чем-то еще. Во-первых, хлеб хороший. А это традиционный омлет? Нет, это испанский омлет. Почему у тебя тут какой? Тоже у вас саламон? Как называется это? Хамон. Не нуля, не нуля, это тутель хамон. Испанский омлет с картошкой. Все вкусные. Думаю, сделаем. Я знаю, как делать. Кофе идет в нагрузку. Либо бутерброд, как он называется, тапас. Тапас в нагрузку, либо омлет. И 2,80 это за кофе и в нагрузку бутерброд. Бутерброд получается бесплатно. Кофе 2,80. Чего без папы? Ну, вместе. Это комплекс. Отличная система в этом ресторанчике. Заказываешь кофе. Кстати, во многих ресторанах в Испании существует такое. В определенное время дня. Заказываешь кофе, а тебе в эту стоимость еще входит тапас. Приличный такой бутерброд испанский. Заказаешь кофе. У меня получилось. ПОДПИШИСЬ Concerto. РАМАНКУ. ПОДПИШИСЬ НЕ ВСЕРТЕМАТСЯ. ВСЕРТЕМАТСЯ ГУАРА. РАМАНКУ БЕВА. ИРТЕМАТСЯ ГУАРА. Продолжение следует...